Отопительный сезон давно начался, но жители многоквартирных домов Тулагина Кельдямского Наслега мерзнут в своих квартирах. Причина в том, что зиму там встретили с двумя старыми котлами. Их мощности не хватает, чтобы качественно обеспечить теплом все население. Появится ли тепло в квартирах или жильцам так и предстоит мерзнуть всю зиму, выяснял Евгений Тайтонов. Тулагина Кельдямский Наслег, улица Октябрьская, дом 4. Валентина Кривошапкина проживает в этом признанном аварийном доме с момента его постройки. Как признается хозяйка, в квартирах еще с советских времен были проблемы с отоплением. В 2000-х годах подключили газ, в квартирах стало жарко. Затем два года подряд наводнение, которое полностью смыло черновые полы. Жители своими силами как могли утепляли полы и стены. Несмотря на ремонт, даже маленький холод дает о себе знать. Плюс к этому на днях в котельной, которая отапливает дом, не успели закончить вовремя реконструкционные работы. А в это время в квартирах 13 градусов. Вот это зимняя одежда наша. Как только холода начинается, все, одеваешь жилет, штаны теплые и ходим так, чтобы не замерзнуть. Вот здесь вот нижние этажи все мерзнут. Как зима, сразу все это убегают. Вот эта соседка уже уехала, потому что у нее вообще холод ужасный. Вот эта тетя Полина, она за счет того, что хорошо нас медики выручают ее, там она в больнице лечится, греется. Население поселка 4,5 тысячи человек. Центральная котельная отапливает 8 многоквартирных домов, 2 частных дома и 6 социальных объектов. В отопительный сезон вступили на двух старых котлах, которые не справляются с нагрузкой. В связи с тем, что оборудование поступило поздно, мы буквально не уложились там буквально на пару дней. Вот два старых котла не выдерживали, температурный режим не подавали, какой требуется. Поэтому мы подключили пока временно на дизельном топливе новые котлы. В настоящее время температурный режим подается в нормальном режиме. В середине этой недели, после получения разрешения у Ростехнадзора, работники котельной ведут в работу 4 новых котла. И котельная перейдет полностью на газовое отопление. Между тем, администрации города ведутся работы по привлечению денежных средств на ремонтные работы в проблемных домах. Дом признан аварийным. В связи с этим мы не можем ни ремонт, ни деньги не можем вложить. Но, однако, руководством города в настоящее время принимаются меры и будут изыскиваться средства для того, чтобы провести ремонтные работы. Помимо этого, чтобы компенсировать расходы жителей, а это 8 тысяч рублей за коммунальные услуги в месяц, глава поселка дал поручение своим юристам изучить вопросы по перерасчету оплаты за электроэнергию. Евгений Тайтонов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.